Покупаете в интернете? Возвращайте часть потраченных денег на свой электронный кошелек с помощью кэшбэк. Подробности в описании к данному видео. Привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Андрей Ковтун. Рад вас видеть на нашем канале Андреа Ньюз в рубрике «Видеообзор». Сегодня я вам хочу подробно рассказать о топ-флагмане компании Elephant под названием P9000. В недавней распаковке я вас уже частично знакомил с этим гаджетом, но для того, чтобы сделать какой-то вывод по поводу данного продукта, нужно сделать множество различных тестов в 3D-марке, в Antutu, протестировать его на автономность работы, протестировать камеры и так далее. Все это сделаю в данном видео. Также в конце обзора мы с вами сделаем выводы по поводу процессора Helio 510, потому что в большинстве последующих китайских смартфонах будет установлен именно этот чип. Насколько я понял, он пришел на замену не MTK6752, а именно MTK6753, который меня уж совсем не устраивал, как и большинство пользователей. Поэтому надеемся на то, что этот процессор будет на голову выше. Во всяком случае, на бумаге так и есть. Хватит болтовни, начнем наше тестирование. Поехали! Как всегда, начнем наше знакомство с рассмотрения комплектации. Стандартный комплект поставляется в довольно стильной упаковке. Ее крышка выполнена из металла, основная часть из пластика. В стандартный комплект входит сам смартфон, USB кабель, силиконовый чехол, мануал на английском и специальная иголка, с помощью которой мы откроем слот для сим-карт. Кроме стандартного комплекта, к смартфону можно приобрести зарядное устройство с напряжением 12 вольт и силой тока 1,25 ампера. Смарт-чехол. Как мы видим, при закрывании чехла срабатывает датчик хола. В отдельно выведенном окошке появляются часы. Защитное стекло, USB кабель для беспроводной зарядки. Ее я вам не покажу, потому что, к сожалению, китайские барыги у меня ее стылили. Я думаю, вы какие удивлены, что в стандартный комплект не входит зарядное устройство. Это же просто пипец. То есть мне нужно отдельно купить смартфон и отдельно к нему еще докупить зарядку. А если захочу себе беспроводную зарядку, ее мне нужно будет тоже отдельно докупить. Вот та упаковка, которую я не показал. Она у меня убитая, поэтому, собственно говоря, мне было ее стыдно показывать. Но сейчас не стыдно. Вот, смотрим. Зарядное устройство. Вот 15 баксов стоит беспроводная зарядка. Обыкновенная зарядка стоит 15 долларов также. То есть вот это, грубо говоря, мне досталось, скажем так, на шару. А по сути, по сути, вот это нужно будет докупать отдельно. Более подробно с этой информацией вы сможете ознакомиться на официальном сайте производителя. Поэтому лично я тому комплекту поставки, который мне прислали, доволен. Но всем остальным будет отправлять его в стандартную комплектацию. То есть все, что находится в этой коробочке и... закончили. Но я думаю, что комплектация это не самое главное. Лучше перейдем к детальному знакомству с внешним видом этого смартфона. Поехали. Лицевая панель устройства выполнена из стекла. Какого именно на официальном сайте производителя не сообщается. Акцентирую ваше внимание на ультра узких рамках. Их ширина около 2 миллиметров. В нижней части лицевой панели обосновалась сенсорная кнопка. О ее функционале я расскажу в рассмотрении интерфейса. Внутри этой сенсорной кнопки производитель расположил индикатор событий. Вот как это выглядит в действии. В верхней части лицевой панели расположились. Разговорный динамик, камера, датчик освещенности и датчик приближения. Каркас устройства выполнен из авиационного алюминия. На левой боковой стороне находятся умная кнопка и металлический лоток для двух сим-карт. Формат микро плюс микро. Один из слотов комбинированный. В него вы сможете встроить либо микросим-карту, либо карту microSD. Имеется поддержка 4G сетей. На правой боковой стороне обосновались кнопка питания и кнопка регулировки громкости. Нажимаются они довольно туго, но сидят на своих местах неуверенно. На нижнем торце мы видим USB порт Type-C, микрофон и две сетки, под одной из которых расположился внешний динамик. Вторая муляж. На верхнем торце расположился только лишь стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры. Тыльная панель выполнена из пластика с так называемым покрытием песчаник. К точности такой же материал применялся на тыльной панели OnePlus One. В верхней части задней крышки мы видим немного выпирающую камеру с двойной двухцветной светодиодной вспышкой и лазерным фокусом. Чуть ниже сканер отпечатков пальцев. В самом низу гравировку логотипа производителя. Тыльная панель гаджета, как и аккумулятор, несъемная. Сборка устройства, не включая немного болтающиеся кнопки, отличная. В моем образце я не обнаружил ни лифтов, ни скривов. Толщина корпуса устройства составляет 7,3 мм. Вес 145 грамм. Как я уже говорил о распаковке и когда был в Китае, дизайн этого устройства лично меня впечатляет. Ну а еще раз повторюсь, немного напрягает расположение кнопки питания. Лучше бы ее поместили вместо кнопки регулировки громкости, потому что пользоваться ей не совсем удобно. Ну и перед тем, как дизайну этого смартфона поставить твердую пятерку, я покажу небольшое сравнение габаритов этого смартфона с LeTV X500. Как вы помните, смартфон LeTV X500 хвастался очень узкими рамками в верхней и нижней части лицевой панели. Именно из-за этого для сравнения я выбрал эту модель. Как мы видим, Elephone P9000 смотрится куда более интересней. В общем, его габариты можно приравнять к Meizu MX5. Ну что же, с дизайном устройства с горем пополам мы разобрались. Теперь перейдем к детальному знакомству с технической частью этого продукта. Насколько вы знаете, этот смартфон выпускается в двух модификациях P9000 и P9000 Lite. Основным их отличием является отсутствие на лайтовой версии лазерной фокусировки и сенсора от Sony. В версии Lite установлен сенсор от OmniVision. Также, если не ошибаюсь, версия Lite не поддерживает функцию беспроводной зарядки. И у нее нет сканера отпечатков пальцев. Если вам все вышеперечисленное не нужно, то я вам настоятельно рекомендую покупать именно версию Lite. Потому что ее стоимость на 50 долларов ниже, нежели у стандартной версии P9000. Ну а сейчас я вас буду детально ознакомить с дисплеем этого продукта. Диагональ дисплея смартфона составляет 5,5 дюйма. Матрица LTPS. Применена у GS технологии. Разрешение Full HD. Производитель матрицы компания LG. Мультитач тест показывает 5 точек. Далее мы рассмотрим углы обзора. Как я и ожидал, углы обзора просто шикарные. Ребят, что-что, а дисплей в этот смартфон строили действительно шикарный. Цвета просто космос. Далее по сценарию я вас буду знакомить с интерфейсом. Тач отзывчиво реагирует на малейшее прикосновение. Также хочу обратить ваше внимание на наличие олеофобного покрытия. Палец скользит по поверхности тача очень просто. Что касается интерфейса, в целом предустановлен стоковый Android. Отдельное внимание хочется уделить сенсорной кнопке, которая расположилась в нижней части лицевой панели. Сейчас я вам расскажу и покажу, как она работает. Одинарным коротким нажатием вы выполняете действие назад. Двумя короткими нажатиями вы вернетесь на рабочий стол. Из нестандартных новшеств хочется также отметить наличие умной кнопки, которая расположилась на левой боковой стороне. Ее длительным зажатием вы вызовете виброрежим. Задать функционал короткому одинарному нажатию вы сможете в настройках. С помощью нее вы сможете быстро открыть контакты, телефонную книгу, настройки, шагомер, камеру и так далее. В общем с помощью этой кнопки вы сможете быстро вызывать любое установленное приложение. На мой взгляд действительно крутая фишка. Двойным свайпом вниз из статус-бара вы доберетесь в меню быстрой активации различных функций. Также о нем проигнорировать встроенный шагомер. Я думаю как он работает вы знаете. Нажимаете кнопку старт, ходите. А смартфон показывает вам пройденное расстояние и количество сожженных калорий. Я проверил, все работает. Одной из интересных фишек является возможность активации на экранных кнопок. Если вас не устраивает функционал сенсорной кнопки, вы сможете вызвать привычные вам наэкранные. Лично я предпочитаю пользоваться сенсорной. Если вас не устраивает работа лазерного фокуса, вы его сможете отключить и пользоваться тач-фокусом. Кроме всего вышеперечисленного, смартфон также может похвастаться различными смарт-функциями. Пробуждение двойным тапом, вызов ранее заданной функции ранее заданным узором, сделать скриншот свайпом тремя пальцами и так далее. Также в настройках вы сможете установить работу индикатора событий. Если он вам не нравится, вы можете его вовсе отключить. Также задать время, сколько индикатора будет светиться в случае пропущенного вызова, сообщения и так далее. Для передачи данных вы сможете воспользоваться Bluetooth и NFC. С помощью последнего вы также сможете осуществлять платежи. Далее я вам покажу работу сканера отпечатков пальцев. Отпечаток я зарегистрировал предварительно в распаковке. Сейчас я вам еще раз продемонстрирую его в работе. От себя могу сказать, что работает он отлично и срабатывает при прикосновении пальцем под любым иглом. Ну что же, хочу признаться, что в плане программных фишек компания Elfan меня действительно порадовала. Это уже не тот сырой китаец, которого мы представляем при произношении названия бренда Elfan. Во всяком случае, программные фишки впечатляют. Ну что же, идем дальше. А дальше я буду тестировать этот аппарат в различных бенчмарках. Начнем с Antutu. За работу гаджета отвечает 8-ядерный 64-битный процессор Helio P10. Количество оперативной памяти обозреваемого продукта составляет 4 ГБ. Постоянный 32. Напомню, что есть возможность расширения с помощью карты microSD. Максимальная тактовая частота чипа составляет 2 ГГц. Работает он с двухъядерным видеоускорителем Mali-T860. Что касается результатов, набранных в тесте Antutu, они меня действительно впечатлили. Этот гаджет вплотную подобрался к результатам, которые нам показывал процессор MTK6752. Но это все цифры. Посмотрим, что он нам покажет на практике. Далее мы рассмотрим встроенные сенсоры. На борту гаджета имеется акселерометр, датчик магнитного поля, гироскоп, ориентации, гравитации, линейного ускорения, векторного вращения, освещенности и приближения. Скажем так, оптимальный набор для флагмана присутствует. Далее я вас ознакомлю с результатами теста в программе 3DMark. В экстрим-тесте для Full HD разрешения гаджет показывает практически 6,5 тысяч баллов. И этот результат на голову выше, нежели показывая чип MTK6753. И практически такой же, как показывает MTK6752. Ну что же, далее мы проверим смартфон на нагрев. В этом нам, как всегда, поможет игра Asphalt 8. Включаем максимальные настройки изображения, игру по сети и поехали. Печально, но на максимальных настройках игра подлагивает и играть не совсем комфортно. Что касается нагрева, после 10 минут игры смартфон нагревается. Но до вполне меняемого состояния. Троттлинг, конечно же, присутствует. В моем случае, за час игры, производительность упала приблизительно на 20%. Но я считаю, что это несущественно. Итак, мои мысли по поводу того, что Asphalt 8 подлагивал. Я считаю, что производитель Elfan, как всегда, не до конца оптимизировал систему. То есть, это один из первых брендов, которые в свой смартфон установили зефирку. Вот, и я думаю, что за такой короткий промежуток они еще не допилили прошивку. Допилят они ее или нет, вопрос десятый. Но я точно знаю, что когда такие бренды, как Xiaomi, Meizu, будут свои гаджеты устанавливать эти процессоры, вот, уверен, что даже их гаджеты, дисплеи, которых будут с Full HD разрешением, и за работу которых будет отвечать Helio P10, однозначно должен справляться с нормальными играми. Конечно, так это будет или нет, покажет время. Но пока что Elephone P9000, за работу которого отвечает Helio P10, меня не особо впечатлил. Вернее, особо разница, если играть с помощью смартфона, я между двумя этими чипами не увидел. В следующем пункте моего обзора мы поговорим о работе GPS-навигации. После холодного старта, без подключения к сети интернет, смартфон коннектится к спутникам приблизительно за одну минуту. Спутники GLONASS также находят и подключаются к ним без проблем. В общем, с работой GPS все нормально, акцентировать свое внимание на этом пункте я особо не буду. Лучше поговорим о камерах. Эта тема куда более интересная. По заявлениям производителя, тыльная камера получила сенсор от Sony IMX258. Этот сенсор способен делать фото с максимальным размером 13 Мп. К слову, такой же сенсор установлен на смартфоне Xiaomi Mi 4C. Что касается фронтальной камеры, она получила сенсор, с помощью которого можно делать фото с максимальным размером 5 Мп. От OmniVision. Перейдем же к рассмотрению интерфейса. Интерфейс в стоковой прошивке вполне стандартный. Имеется панорамная съемка, есть возможность активации режима HDR, замедленная съемка, применение различных графических эффектов. Кнопка громкости служит в роли кнопки спуска затвора. Максимальный размер фото равен 13 Мп. Максимальное разрешение записи видео в Full HD. Далее я вам покажу небольшой тест работы лазерной фокусировки. Как вы видите, не все так отлично, как нам описывал производитель. Сверх быстрой фокусировкой пока что даже не пахнет. Опять-таки я думаю, что проблема в ПО. При записи видео автофокус не работает, нужно пользоваться тач-фокусом. Рассмотрим примеры фото и видео. Фондю любит тебя! 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 Ребята, вот на данный момент основная камера данного смартфона меня разочаровала. Почему? Потому что программно видно, что она вообще не допилена. То есть сенсор установили действительно классно. То есть лично мне, как фотографирует Xiaomi Mi 4C, нравится. Вот там вот программно допилили все более-менее. Хотя многие со мной могут не согласиться. В этом же смартфоне он фотографирует не более чем средний уровень. То есть пока что программно не допилена. При ночной съемке видно множество шумов. Со вспышкой, конечно же, фотографии получаются неплохими. Но без вспышки печально. Что касается дневной съемки, тоже фотографии в среднем уровне не больше. Поэтому пока что камера из 10 пятерочка, не больше. Но опять-таки не стоит забывать, что это один из первых китайских смартфонов, который работает под управлением Android версии 6.0. Поэтому однозначно, пока что он сырой. Далее я вам буду рассказывать об автономности работы этого смартфона. Напомню, что аккумулятор несъемный. Его заявленная емкость составляет 3000 мАч. В тесте аккумулятора с помощью программы Antutu Battery Test с разрядом на 80% гаджет набрал практически 5500 баллов. И это средний результат, если учитывать, что смартфон работает приблизительно один день. При среднем использовании, то заряжать его нужно будет приблизительно раз в день. Специальное устройство, с помощью которого я тестирую реальную емкость аккумулятора, показывает емкость практически 3100 мАч. То есть производитель нам в этом плане не соврал. Итак, по автономности работы, вот в таком виде, в котором смартфон сейчас есть, имеется в виду сырая прошивка и так далее. Вот я его приравниваю к таким гаджетам, как LeTV X500 и LeTV Levan S. Почему? Потому что заряжаются они так же быстро. То есть смартфон заряжается действительно чуть более часа. Там час где-то 7 минут, 10 минут. В общем, плюс-минус так. Вот. А работает он не более одного дня. То есть при среднем использовании. То есть я вам тоже говорил и сейчас повторяю. Итак, с автономностью разобрались. Далее я вам расскажу о звуке. Для начала хочу протестировать громкость из внешнего динамика. Динамик здесь один. Он находится вот здесь вот. Смотрим. Итак, от себя лично могу сказать, что громкость из внешнего динамика в этом смартфоне просто отличная. И громкость, и частота звука. То есть в этом плане будете довольны 100%. Что касается звука в наушниках. Вот буквально минуту назад прослушивал трек формата Flux. С битрейтом 900 килобит. Прослушивал Шульца. Поэтому под небольшим таким впечатлением. Звучание в ушах действительно классное. То есть отдельное внимание хочу уделить максимальному запасу громкости. Потому что нереально дубасит просто. Вот. Единственное, что немного низких частот не хватает. То есть басы все вообще шикарно. Вот. А вот низких частот немножко не хватает. Но все равно, учитывая, что это бренд Elephone, респектуха. Итак, перед тем, как подводить итоги, в привычном форме я вам расскажу о связи данного смартфона. Две сим-карты, один радиомодуль. То есть если вы по одной сим-карте общаетесь, вам на вторую звонят, вы будете не в зоне доступа. Что касается микрофона. Я был ужасно удивлен, что здесь один микрофон. Действительно, один микрофон. То есть второго для шумоподавления нет. То есть тот, который находится снизу, вот он один. Вот. Но, тем не менее. То есть обеседник меня слышал нормально. Вот. То есть, ну, возможно, второго микрофона при таком вот повседневном использовании хватать не будет. Вот. Что касается внешнего динамика. В этом плане все отлично. То есть я слышал собеседника отлично. Что касается приема сети. То есть заходил в подвал. То есть, ну, я с ногой, меня заносили туда, да. Ненормальный прием был. Во всяком случае, мы собеседник не жаловался. Вот. И по палочкам, то есть, сеть ловила нормально. Итак, теперь подошло время к подведению итогов касательно этого аппарата. Начнем, как всегда, с хорошего. К перечислению плюсов. Первый и однозначный плюс заслужил продукт за счет отличного дисплея. Матрица шикарная. Цветопередача шикарная. В общем, дисплеем я доволен на все 100%. Ко второму плюсу я отнесу узкие рамки. И по боковым сторонам, и в верхней, и нижней части лицевой панели. Конечно, о безрамочности мы пока что не говорим. То есть, ну, мы знаем, что практически все производители врут в этом плане. Вот. Но, тем не менее, этим смартфоном я доволен. К третьему плюсу я отнесу дизайн. И используем материал. Когда вы держите этот смартфон в руке, то есть, и пользуетесь им, какого-то ощущения бюджетности вообще нет. Единственное, что эти кнопочки немножко трясутся, вот это меня реально напрягает. А так выглядит четко. То есть, как бы, ну, видно, что все сделано, скажем так, добротно. К четвертому плюсу я отнесу фишку с возможностью выбора на экранных кнопок. То есть, это действительно круто. То есть, когда вы можете пользоваться либо вот этой вот умной сенсорной кнопкой, вот, либо выносить на экран. То есть, такое, если честно, я, по-моему, вижу вообще впервые. К пятому плюсу отличную работу сканера отпечатков пальцев. Шестое плюс заслужил данный продукт за счет отличного звука из внешнего динамика и звука в ушах. Ну что же, теперь перейдем к перечислению минусов. Первый и однозначный минус заслужил данный гаджет за счет сырой прошивки. Да, компания Elephant. Вы установили первые Android-зефирку на свой смартфон, ну, среди китайских, да, брендов. Вот, но, тем не менее, если бы вы ее допилили нормально, а потом установили, было бы намного круче. То есть, вначале бы лучше бы установили стабильную работающую версию 5.1 Lollipop. Ко второму минусу я уже твержу весь обзор, что меня напрягают вот эти вот трясущиеся кнопочки. То есть, держите. Третий минус, наверное, относится и к первому. То есть, мне не понравилось, что сенсор установили камеры отлично, а допилить его программно вообще не смогли. То есть, камера, наверное, от своего функционала работает процентов на 40, не более. Четвертый минус заслужил данный гаджет за счет непонятком с комплектацией. То есть, вот стандартный комплект, и в него не входит даже зарядное устройство. То есть, если вы хотите купить смартфон с зарядкой, вам нужно будет доплатить. Если вы мне не верите, зайдите в любой интернет-магазин, то есть, в Gearbest, там, в том топе заходил, смотрел. Вот, не входит зарядное устройство в стандартную комплектацию. Ну и пятый минус я присудил данному аппарату за счет очень высокой стоимости. Ребят, Helio 510 это все-таки бюджетный процессор. То есть, ну и устройства, за работу которых он отвечает, то есть, должны, ну не превышать 200 долларов, это уж точно. То есть, если бы этот смартфон стоил приблизительно баксов 220, он был бы актуален. Но 270, которые вы за него запрашиваете, ну это просто нереально. То есть, ну вот лайтовая версия, возможно, если будет стоить баксов 180, там, 190, и вы выбрали. Как всегда, то есть, я говорил-то о смартфоне Vavni, то есть, а это же я говорю о смартфоне Elephant P9000. Elephant, вы Elephant, вы не Xiaomi, вы не Meizu, хотя цены на Meizu и Xiaomi не то ниже, вы понимаете? Честно говорю. Итак, плюсы и минусы этого смартфона мы определили, теперь сделаем выводы. Смартфон симпатичный с пока что не до конца допиленной прошивкой. Вот, те, кто не брезают покупать смартфоны от компании Elephant и платить за это большие деньги, возможно, этот продукт действительно придется по нраву. Вот, но те, кто привык уже к Meizu, те, кто привык уже к качеству Xiaomi, то есть, я думаю, что они вряд ли обратят внимание на этот гаджет. Пользовался бы я им лично, если бы допилили его программно, возможно, пользовался, потому что дизайн мне его действительно прикалывает. Будете ли вы им пользоваться, решать вам. Свои мысли по поводу данного продукта я вас прошу высказывать в комментариях. Где купить новинку по актуальной цене, я также укажу в комментариях в описании к данному видео. Также не забываем пользоваться кэшбэк, возвращайте сейчас денег со своих покупок. И не забываем ставить море лайков. Те, кому понравился этот продукт, те, кому не понравился этот продукт, просто ставим лайки. Это ведь не сложно. Если вы еще не с нами, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте andronews.com. С вами был я, Андрей Ковтун, специально для Andronews. Да пребудет с вами Android. Субтитры сделал DimaTorzok